Здравствуйте! Когда встречаешься с чем-то таким, что считал невозможным, испытываешь некое чувство испуга. Вот я сейчас такое чувство испуга испытываю. Есть такая замечательная газета «Комсомольская правда». Сейчас она, конечно, уже совсем не та, совсем не той ориентации, в хорошем смысле этого слова, чем была в годы моей молодости. Но в годы моей молодости это была такая вот замечательная газета, у которой можно было на третьей странице почитать всякие там новости из-за границы. А на четвёртой странице, ну если она выходила на четырёх страницах, то есть два листа, там были всякие то про науку что-нибудь, то ещё что-нибудь в этом роде. И вот нынешняя газета «Комсомольская правда», у неё есть свой сайт, она опубликовала изложение текста с двух страниц из газеты, из январского выпуска 1 января 1960 года. И вот в этом январском выпуске у них там две страницы были посвящены неким новостям 1 января 2010 года. Ну это такая вот развлекательная тематика в 60-м году. Ну там чего только нет, вот рассказывают как там всё это будет, рассказывают как Луну, вот сейчас уж так на ней много туристов, альпинистов, что всё замусорили, надо давно ввести порядок, надо создать заповедник лунный, чтобы там было не тронутое, лучше всего подходит, внимание, залив астронавтов на море Москвы. Море Москвы действительно такой реально существующий объект есть на Луне, а вот астронавты, в ту пору действительно, вот у нас не было ещё космонавтов, никто в космос не летал, это 1 января 1960 года, всё только собирались, Гагарин разорвал оковы земного притяжения 12 апреля 1961 года, вот, а там ещё вот как-то вот так вот было дело обстояло, вот, ещё не так всё было. Вот, и, значит, вот тогда ещё у нас, видите, не различали астронавтов и космонавтов. Прошло время, у нас стали космонавты, а на Западе по-прежнему остались астронавты, а наши космонавты не стали. Это маленькая деталька. И вот, читаю я дальше, подхожу я к описаниям жизни на Марсе. Ну, на Марсе там, понимаешь, существуют теперь дома отдыха, в этих домах отдыха вот отдыхают люди, там замечательно так, такая фотография этого дома отдыха, ну, фейковая, естественно. И тут дальше идёт очень интересный текст. А вот текст дальше потрясающий. Отдыхающим предлагают предпринять ряд интересных экскурсий по планете. Они побывают в главном ботаническом саду имени Г.Титова. Там ещё запятая, пусть запятая будет. Герман Степанович Титов совершил свой полёт, это космонавт номер два у нас, в августе 61-го года. А этот текст, естественно, составлялся не позднее конца декабря 1959-го года. Г.Титов. Ну, я полез, значит, в Википедию искать, кто такой Г.Титов. Был Г.Титов, деятель революционного движения, которое это было дело ещё в первый год в советской власти он погиб. Погиб он во время взрыва, значит, по-моему, на Стасинский переулок был. Там собирался, как это называется, Моссовет под руководством тогдашнего руководителя его, так сказать, Загорского. И вот эти вот террористы бросили такой огромный свёрток в окно, бух-бух. Товарищ Загорский стоял так, спокойно, товарищ, сейчас разберёмся, и пошёл к этому свёртку, но этот свёрток взорвался. И вот эти все погибшие похоронены на Красной площади. В честь этого Г.Титова больше никого не нашёл. А Герман Степанович ещё не летал в космос. Ладно, в домике... Да, где ещё могут побывать экскурсанты на Луне, на Марсе? В домике писателя Александра Казанцева. Ну, это известный писатель, он уже давно пишет. Он написал, например, ещё в конце 40-х годов произведение «Взрыв над тайгой», которое описывает падение марсианского корабля, значит, взрыв его над Тунгусской тайгой. Вот, под каменной Тунгусской знаменитый взрыв, потому что Тунгусский метеорит. После этого начались у нас, значит, самодеятельные всякие поиски, местопадения и так далее, и так далее. Вот. Так вот, значит, в домике писателя Александра Казанцева, запятая автора старинной повести «Планета Бурь». Старинная повесть «Планета Бурь» была опубликована в 1963 году. Вернее, под этим названием она была опубликована в 1963 году. В 1962 году была опубликована та же самая повесть, значит, раньше на год, но под названием «Внуки Марса». Помнится, когда мама мне купила, значит, две книжки «Внуки Марса» и «Гости из космоса». Казанцева обе книжки были, да. «Гости из космоса» там, значит, не исчерпывались, там была «Планета Бурь», там был ещё «Прополёт на Луну», и там куча была рассказов про инопланетян и вообще про всякие приключения. А «Внуки Марса» это только было про полёт на планету Бурь, на планету Венера, и там, значит, нашли такой вот обломок скульптуры, там, значит, голова такая вот красивой женщины, марсианки, наверное, да. Вот назвали «Внуки Марса», вот этот роман, да, там птеродактели летали, всё как положено. Но он был опубликован в 1962 году. Титов полетел в 61-м. Ну, я говорю, ну, наверное, это фейк. Люди, господи, боже мой, я вас умоляю, какая стала комсомольская правда, это совсем не то, что было раньше. И я, значит, лезу в интернет опять же. Искать копии. Копии газеты «Правда», комсомольская «Правда» за 1 января 1960 года. И как вы думаете, что я там нахожу? Я нахожу копии. И там есть этот текст. Вуаля! Я, конечно, не верю, что ботанический сад на Марсе имени Г. Титова – это имени того Георгия Титова, что погиб в Анастасинском переулке. Я думаю, что это всё-таки Герман Степанович Титов. Значит, в 61-м году они знали, что полетят на Марс и как и что. Кстати говоря, как, вернее, кто что полетит, Титов-то, по крайней мере, в 62-м году, что, по крайней мере, в 63-м году будет опубликована «Планета Бурь» Казанцева. Там, значит, у него была вилла, дача на Марсе. Как красота какая. Ну, вот такие вот дела. Там, правда, ещё предсказано, что нашли книги цивилизации некой марсианской, и вот их стали расшифровывать. И первая книга была популярной книгой по астрономии. Там написано было, что на Земле жизни нет и быть не может, потому что там слишком большое давление. И вот, и слишком тепло. Вот, такие вот там слова были написаны. Но это, можно сказать, фейк пока. А, может быть, они знали, что найдут такую цивилизацию. На Луне, правда, по их мнению, высадились первыми, конечно, советские астронавты в 1970-м году. А уже к 2010-му году Луну основательно загадили. Вот. Вот я в шоке. Вот когда приводятся такие там фотографии, вот фотографии там, а там кто-то держит оклух какой-то предмет, да, а уж не мобильный на этот телефон. А вот картина, она, значит, середины где-то 19 века. На ней изображён какой-то конкистадор, который среди индейцев. Вот. Ну, типа, вот они, испанцы, просветители Южной Америки. И середины среди индейцев, индейцы. И вот так вот удивлённо смотрит в какой-то вот такой предмет. Как будто он смотрит в этот самый, как это называется-то, ну, коммуникатор-то вот. Смартфон. Как будто смотрит в смартфон вот так вот удивлённо. А я вот сейчас взял смартфон и смотрю в него удивлённо. А он не выключен, не работает. Он сломан. А тут как зеркало он работает. Так вот там индейцы, говорит, смотрят в зеркало. На этой картине. Индейцы не видел никогда зеркало. Тут вот он себя увидел, удивлённо смотрит. Вот. Ну, а тут-то, простите меня, неопровержимо. Они, видно, всё хорошо знали в том году, в 59-м. Но очень фильтровали базар. Писать, что первые высадятся американцы, было, естественно, нельзя. Писать, что дальше всё будет так плохо, естественно, было нельзя. Ну, вот, были у них проколы. Вот написали про Казанцева, написали про Гэти Това. Ну, это было написано в конце 59-го года. Опубликовано 1 января 60-го года. Якобы это выпуск газеты 2010-го года. Тут просто так практиковали. Был такой же выпуск 2000 какого-то года. Нет, не помню, какого года. Это выпуск журнала «Знание силы». Там было про полёт на Луну. Да, вот первый полёт на Луну. Как тогда это всё излагалось. Ну, а сейчас вот такие вот. Я в шоке. То есть, явное указание на существование чего-то, что позволяло узнавать будущее в те годы, в 50-е. Вы говорите, золото партии надо искать. Не найдёте, товарищи. Они же всё это знали. Партия не глупая, да? Партия знает, что делать. Партия учит, что тела при нагревании расширяются. Это в Аркадии Райкина была такая шуточка. Партия, оказывается, гораздо больше нас с вами знала. Вот, просьба у меня к вам есть. Вот я в таком шоке нахожусь. Ничего делать не могу. У меня ещё колено болит. У меня ещё крыша прохудилась. Нет крыши. У меня ещё надо в отоплении вид менять. И самое главное, мне нужно ответить на вызов, брошенный мне, Мособл. Властями сделать забор, который они хотят. Иначе... Не поговорю. Я больше с вами тогда. Ни о чём. Вот. Внизу есть номер сбербанской карточки. Есть номер счёта Сбербанки. Можете дать банку вашему поручению регулярно мне переводить деньги на счёт. Есть ещё там Donation Alerts. Ссылка на него. Очень хороший способ донаты мне присылать. Есть Kiwi кошелёк. YouMoney. Бывший кошелёк. Яндекс. Деньги бывшие. Есть кошелёк ВКонтакте. Можете слать мне Бояршинову Борису Сергеевичу на... С помощью этого... Как же он называется-то? Вестерн Юниона. Внизу есть номер... Внизу есть адрес ВКонтакте, на Фейсбуке. Пишите туда мне. Вот когда пошлёте, пришлите туда мне квитанцию, чтобы я по ней забрал. Да. Такие дела. А я с паспортом на почту приду и заберу. Большое вам спасибо. Желаю вам удачи. Жду от вас поддержку. Иначе пропаду. Имейте это в виду. Вам будет меня потом не хватать. Но меня уже не будет. Пока. Продолжение следует...